Здравствуйте! Это программа «Факты в лицах» в студии Анны Кизилова. Сегодня поговорим с директором муниципального учреждения «Тагил Граждан Проект» Евгением Малекиным. Евгений Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Евгений Александрович, в этом году в городе продолжится благоустройство общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда». Готовы ли проекты и вся необходимая документация для предстоящих работ, и когда начнутся эти работы? Документация была подготовлена еще в 2020 году. И из тех проектов, которые были утверждены и выбраны на публичных слушаниях и прошли рейтингах голосования, три проекта будут реализованы в 2021 году. Первое – это сквер у медицинского колледжа, так называемая линия-рандеу. Место, знаковое для тагильчан, это является продолжением нашей тагильской лагуны. То есть, что там будет выполнено, если вкратце. Это замена покрытия тротуаров из тротуарной плитки, ремонт лестницы, устройство покрытий на уже протоптанных наш дорожках, тропинках. Устройство покрытий на пешеходной зоне вдоль улицы Горошникова. Также будет выполнена реорганизация существующего бассейна. Будет спроектирована нашими специалистами на месте эта сцена с точкой подключения микрофона и аппаратуры для проведения массовых мероприятий. И некая зона отдыха, такая, как большая скамейка. Выполнено все это будет из композитных материалов, вот, натуральные. Так как должны быть у нас осадки и устойчивы к нашей погоде материалы. Также поставим там малоархитектурные формы, это лавки, урны, парковые качели. Выполнено будет новое освещение, видеонаблюдение на данной территории. И самая главная точка притяжения данного сквера, это будет являться, я считаю, что это ландшафтная терраса, так назовем ее, которая будет многоуровневая. Будут посажены там цветники, высажены цветы, многолетние растения посажены, которые имеют длительный период цветения. То есть одно растение цвело, будет второе цветать габионы с подсветкой. Будет все это подсвечено, сделана некая фотозона, чтобы люди могли подойти и сфотографироваться. Также поставим две арки на входе и выходе. Дальше, следующий проект, это площадь танкостроителей. Находится она на пересечении улицы Зари и проспекта Ленинградский. Площадь благоустройства, по аллее РНДУ забыл сказать, площадь благоустройства порядка 7 тысяч квадратных метров. Площадь танкостроителей включает в себя 16,5 тысяч квадратных метров. Здесь работа немножко поскромнее. Здесь в основном будут выполнены работы по восстановлению постамента. Плитки на постаменте, подпорные стенки, лестницы. Везде замена плитки будет сделана строителями. Также ремонт прогулочной пешеходной зоны. Это замена пешеходной плитки. Дополнительно будет добавлена гостевая парковка. Ну и также меняем освещение. Устанавливаем видеонаблюдение. Озеленение. Это дополнительно посадим деревья, кустарники, цветы. И малоархитектурные формы. Скамейки, урны. Сквер за дворцом культуры Юбилейный. Который находится между дворцем культуры и улицей Красноармейской. Это один из самых больших среди этих трех проектов. Здесь площадь составляет чуть более 4 гектар. Проектом предусмотрено устройство различного назначения площадок. Это первые площадки для отдыха, для тихого отдыха, активного отдыха. Площадки для детей разного возраста до 4 лет, от 4 до 7 лет и от 7 до 12 лет. Это площадки для занятия спортом, воркауты, уличные тренажеры, силовые тренажеры, так называемые. Так, прогулочная зона будет оформлена в виде аллеи с клумбами. В центре композиции это все будет восьмигранная клумба. Вокруг огорожена такой арт-скамьей, как правильно сказать-то. Пешеходные дорожки в проекте выполнены из плитки. Также будет выполнено новое освещение. Ну и по требованию, как везде, во всех общественных территориях, также будет выполнено видеонаблюдение данной территории. Устроена будет дополнительно историческая зона. У нас там находится памятник ликвидаторам Чернобыльской аварии. И дополнительно озеленение – это деревья, цветники, кустарники. И мало того, что еще и максимально сохраняем существующее озеленение данной территории нашим проектом. И самое главное – там малоархитектурные формы, детские городки, городская мебель, там лавки, урны, песочницы, карусели, качели, уличные тренажеры. Парк будет очень насыщенный. И я думаю, что жители будут рады и активно участвовать в сохранении. И самое главное – сохранить сейчас то, что мы построим. Ну, самое главное забыл еще. Это во всех трех территориях. Это что, Али, РНДУ, площадь танкостроителей и ДК Юбилейный. Все площадки спроектированы для беспрепятственного передвижения маломобильных групп граждан. Это самое главное. Сегодня упор делается именно на безбарьерную среде. Для данных жителей нашего города. Есть ли уже дата, когда приступят к началу работы? Весенний период начала работы. Подрядчик уже определён, насколько мне известно. Ещё одна территория, которая должна стать лицом города – это набережная за городским дворцом детского и юношеского творчества «Тагильская лагуна-2». Сейчас уже занимаются расчисткой территории. Какая была идея заложена вами в проект? И будете ли вы контролировать воплощение этого проекта? Да, это для нас очень значимый был проект. Почему бы он и есть, этот проект. Контролировать абсолютно, конечно, будем. У нас, у проектировщиков, есть авторский надзор, в рамках которого мы будем контролировать ход строительства, чтобы было всё выполнено так, как мы задумали. Ну, если коротко, на данной территории она очень большая, по площади 6 с небольшим гектар. И настолько она насыщенная площадка получилась. Первое – это будет выполнена набережная, это надводные террасы, многоуровневые террасы, лестничные спуски, смотровые площадки, прогулочная зона, продолжение нашей набережной «Тагильской лагуны». Не зря она получила такое название, как «Тагильская лагуна-2». И сама площадка верхняя, она будет разделена на некие такие зоны. Это зона образовательная, на которой построят следующие площадки. Первое – это автогород, мы его так называем. Это площадка для изучения правил дорожного движения маленькими жителями нашего города, со светофорами, с пешеходными переходами, с дорожными знаками. Я думаю, что это одна из самых востребованных площадок будет в рамках образования. Второе – это площадки, которые будут востребованы нашими детьми, которые занимаются в самом городском дворце творчества. Это площадка для запуска ракет, площадка для запуска авиамоделей, площадка для… точнее, не площадка, а бассейн для судомоделирования, где будут наши маленькие испытатели испытывать свои корабли. Также будет зона активно-игровая предусмотрена. Это первая универсальная спортивная площадка для занятия баскетболом, волейболом, футболом. Это площадка для занятия уличными тренажерами. Они, кстати, востребованы везде, во всех площадках. Жители прям убедительно просят везде включать, во все проекты. Скейт-площадка – это один из уникальных объектов. Совместно с… разрабатывалась при участии одной из известной крупной компании, я не буду называть ее здесь в рамках этой передачи. И выполнена она будет из бетона, из высокопрочного бетона, со всевозможными препятствиями и так далее. Причем ребята, активные ребята участвовали в разработке этих проектов совместно с этой организацией, с этой компанией, у нее в Москве площадки, в Санкт-Петербурге. Ну так, для приличия. Я думаю, что у нас будет на уровне. И также предусмотрены игровые площадки детские. Две тематические. На одной будет установлен маяк, на второй – корабль. Раз у нас Тагильская лагуна, соответственно, должны мы соответствовать названию. И инженерная инфраструктура. Дополнительно это два туалета, освещение, видеонаблюдение и много-много всевозможных малых архитектурных форм. Начиная от лавок и урн, заканчивая большими. Ну это такой будет, пусть сюрприз небольшой. Евгений Александрович, ведутся ли проектные работы на предстоящий 2022 год? Да, наша проектная организация разрабатывает на 2022 год два проекта по благоустройству общественных территорий. В двух словах скажу. Это первый – парк НТМК, парк металлургов наш, который находится на Тагилстрое. Первый этап – в него включаем капитальный ремонт входной группы, замена покрытия центральной части, центральной аллеи, восстанавливаем фонтан со всеми инженерными сетями, туалет, делаем новый туалет, потому что старый мы уже тут изучили, посмотрели, но не соответствует уже всем современным требованиям и нормам. Демонтируем старую металлическую сцену, по которой было очень много нареканий, что она уже далеко не безопасна. И на данной территории вместо сцены увеличиваем площадки, делаем там игровые детские площадки, и также поставим уличные тренажеры, тренажеры для занятий воркаутом, и озеленение, мафы, освещение, видеонаблюдение, урны, ну, как положено. Второй наш проект – это пешеходная зона. Это будет неким дополнением к уже существующей площади танкостроителя, она как раз будет связывать нашу площадь славы с площадью танкостроителя, пешеходная зона по проспекту Ленинградский. Ну, здесь благоустраиваем саму пешеходную зону, места для отдыха делаем, делаем освещение, зеленение, будет выполнено на клумбы и так далее. И вот сейчас, думаю, может, возможно, какие-то там пару-тройку скульптур поставить, каких-то знаковых. Но это тоже такое пока наработки проектировщика. Евгений Александрович, еще один проект, который предполагается реализовать, его презентовали на прошлой неделе, это въездной знак на развязке дорог Южного подъезда, улица Красногвардейска, фестивальная садоводов. Что вам предстоит для этого сделать? Въездной знак расположен на улице фестивальной садоводов, город Нижний Тагил, город доблести, присвоен нашему городу такое почетное звание. Мы должны это отразить на данной конструкции. Знак уже выбран, эскизный проект был выбран рабочим советом при администрации города с участием всех заинтересованных лиц. Нам этот эскизный проект передан в работу. Сейчас такие конструктивные моменты. Это расчет фундаментов, подвод сетей для освещения, демонтаж старых конструкций. И по материалам только единственное могу добавить, что тут будут применены материалы, такие как гранит, мрамор, металл, цветной металл. Я думаю, что знак будет достоин нашего города. Что еще из значимых объектов предполагается построить в Нижнем Тагиле в ближайшие годы из тех проектов, что сейчас у вас разрабатываются? Вот буквально на днях накануне мы получили положительное заключение государственной экспертизы на два объекта. Сейчас они находятся на регистрации уже, эти документы. Ну, можно уже смело говорить, что эти объекты и проектоспятая документация прошла успешную проверку государственной экспертизы. Первый объект – это универсальный физкультурно-здоровительный комплекс, находящийся на пересечении улиц Красноармейская и улицы Аганичева. ФОК больше будет такой с назначением для борьбы, бокса. Не зря мы его между собой так называем, центр бокса. Второй объект, который получил положительное заключение государственной экспертизы – это культурно-образовательный центр, находящийся в Гальяно-Горбановском массиве на пересечении улицы Тагилстроевская и Тагилстроевская. Просто улица Тагилстроевская. Состоять он будет из двух зданий, этот культурно-образовательный центр. Первое здание будет у нас с назначением – это культура кружковая, все, что связано с ним. А второе здание – это доп. образование, то есть кружки, то есть такое некое разделение. И территория будет благоустроена также с детскими площадками, с парковками, с заездами. Красивый комплекс такой. Удачно впишется в существующую застройку. Комплекс зданий. Ну, пока вот из таких вот изначимых объектов можно смело вам рассказывать. Это вот все, что я перечислил. Евгений Александрович, спасибо, что были у нас сегодня в студии. Спасибо вам за рассказ о том, что у нас в городе будет построено в ближайшее время. Спасибо вам. До свидания. Это была программа «Факты в лицах». Сегодня говорили с директором Тагил-граждан проектом Евгением Олегиным. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин